Сейчас ей 47 лет. Она заслуженная артистка Российской Федерации, которая была замужем за знаменитым режиссером, однако тот недавно сбежал за границу после резкой критики российской власти. Но нашла свое женское счастье наша героиня во втором браке с актером, который на 15 лет ее моложе. Сейчас она воспитывает двоих детей от разных мужчин, причем второй муж ей в сыновья годится. Мы расскажем, как сложилась судьба очаровательной и талантливой провинциалки Полины Огуреевой, которая смогла покорить сердце не только прославленного режиссера, но и Москву. Как аукнулась Полине Огуреевой ее патриотическая позиция и что она высказала своим коллегам, которые 8 лет молчали и не хотели замечать события на Донбассе. Мы раскроем всю правду. Ее детство прошло в провинции на фоне величественных пейзажей в Задонских степей. Но вскоре ее мама-учительница развелась с отцом. Женщина взяла с собой в Москву дочь и своего ученика, который стал сначала ее любовником, а затем мужем. Новая молодая семья ютилась в небольшой комнате общежития площадью всего 9 квадратных метров, где им пришлось даже спать втроем на одной кровати из-за отсутствия другой. Было нелегко и финансово трудно, но они были счастливы. Ведь для ее мамы и отчима в тот момент 20-летних студентов жизнь была беззаботной и светлой. Как раз в то время наша героиня поняла, что ее истинное призвание – стать актрисой. Дебютом Полины стал фильм «Долгое прощание» режиссера Сергея Урсубяка. Но настоящей славы она достигла после выхода на экраны сериала «Ликвидация». Наша героиня – успешная актриса театра и кино, исполняющая романсы настолько проникновенно, что трогает слушателей до глубины души. Полина Агуриева прославилась благодаря таким фильмам, как «Господа Головлёвы», «Ван Гоги», сериалу «Жизнь и судьба». Актриса считается одной из самых талантливых артисток в Московском театре мастерская Петра Фоменко. Она искренняя и неповторимая актриса, яркий бриллиант отечественного кинематографа, и ее скромность просто поражает. Она восхитительно исполнила романсы в «Ликвидации» и «Исаеве», но относится к своему певческому таланту спокойно. Полина считает, что у нее нет великолепных данных или выдающегося голоса. Она остается простой, непритязательной, неприхотливой и нетребовательной. С детства девочка много читала и принимала участие во всех школьных спектаклях. В тот момент она четко осознавала, что обязательно станет актрисой. Тем более просто обожала смотреть кино и воображала себя на месте главных героинь. Перед окончанием школы Агуриева начала всерьез готовиться к поступлению в театральный. Ей посчастливилось стать студенткой Гитиса, обучаясь на курсе Петра Фоменко. Кстати, в честь него она и назвала своего сына. 30 лет Полина родила своего первого ребенка от режиссера Ивана Ворыпаева. Ее муж снял ее в своем дебютном фильме «Эйфория», где ей пришлось обнажиться. На тот момент их малышу было всего несколько месяцев и актриса очень волновалась, так как ей и ее мужу пришлось уехать надолго на съемки. Но благодаря заботливой бабушке и нянечке, маленький Петя никогда не чувствовал себя одиноким и брошенным. Однако этот первый брак Полины Агуриевой продолжался лишь 4 года. Супруги развелись, и Полина не запрещала общаться сыну с отцом. Однако именно Ворыпаев не желает не видеться со своим ребенком, не даже созваниваться. Он выступил с резкой критикой правительства относительно российско-украинского конфликта и выехал из страны. Вот уже 10 лет Иван Ворыпаев живет в Польше и не собирается возвращаться. Вторым супругом нашей героини стал молодой актер Федор Малышев. Он на 15 лет младше Полины. В этом браке родился их сын Тимофей. Сейчас старшему наследнику уже 18 лет, а младшему всего 8. Полина проводит все свободное время с детьми и, по сути, живет на два дома. Несколько лет назад они с мужем купили большую квартиру на юго-западе столицы, но она практически каждый день бывает у своих родителей в их загородном огромном доме под Москвой. В ответ на вопросы о такой большой разнице в возрасте со своим мужем, Полина отвечает просто «Я не могу предсказать будущее наших отношений, ведь согласитесь, даже если вы выходите замуж за своего ровесника, вы не можете гарантировать, что проживете с ним всю жизнь». Умная, красивая, талантливая и скромная. Как же мало сейчас таких актрис, которые достигают успеха в жизни и на экране своими навыками, а не через постель? Полина Агуреева также просто и четко высказывает свою патриотическую позицию. Она поддерживает действия России на Украине и не согласна с тем, что многие предпочитают не вникать в трагедию Донбасса. Она неоднократно приезжала выступать с концертами на эту территорию. В связи с этим была включена в санкционный список Латвии и въезд в эту страну ей запрещен бессрочно. Недавно Полина Агуреева прокомментировала обсуждаемую ситуацию в актерской среде, касающуюся патриотической позиции. По мнению некоторых актеров, есть люди, которые из-под тяжка наносят вред тем, кто поддерживает Донбасс, тем, кто открыто выражает свою патриотическую позицию. Например, актриса Олеся Железняк призналась, что ей ставят палки в колеса, не берут в спектакли и даже не скрывают из-за чего. Дело все в том, что она открыто поддерживает специальную военную операцию. Полина Агуреева же утверждает, что ни в театре, ни в кино ей не отказывали в ролях или постановке спектаклей из-за ее патриотизма. Она заявляет, что не боится выражать свою позицию и успешно продолжает свою творческую деятельность. Актриса отмечает, что она ни с кем специально не ссорилась из-за своей позиции и что ее партнеры по спектаклю «Соборяне» разделяют ее взгляды на происходящее в мире. Вместе с их поддержкой Полина чувствует себя уверенно. «Нет, мне никак не аукнулась моя патриотическая позиция. Я ничего не боюсь, прекрасно ставлю спектакли», – заявила звезда ликвидации. А по поводу коллег, которые 8 лет не замечали событий, происходящих на Донбассе, актриса говорит, что не понимает, как такое может быть. Как они могли закрывать глаза на все происходящее там? Ведь она несколько раз ездила на границу с концертами и всей душой сострадает тем, кто все эти годы был убит горем и несправедливостью. В настоящее время в Москве проходит пятый зимний международный фестиваль искусств. В рамках этого фестиваля Полина Огуреева представила свою постановку «Соборяне. Картины русской жизни», основанную на романе-хронике Николая Лескова. Спектакль получил высокую оценку зрителей и представляет собой значимое событие в культурной жизни столицы. Полина Огуреева продолжает радовать своих поклонников новыми проектами, подтверждая свой профессионализм и талант. А вам нравится эта удивительная, красивая и невероятно скромная актриса Полина Огуреева?